здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале про цветок в этом ролике мы поговорим с вами о том как с помощью биологических методов можно побороть таких опасных вредителей оранжерей и открытого грунта как белокрылка белокрылка досаждает очень многим декоративным и овощным растениям повсеместно она досаждает защищенном грунте поедает огурцы вредит томатам перцем баклажанам и всем другим растениям которые выращиваются в теплых условиях в даже в умеренной зоне там где зимой бывают морозы она переселяется из защищенного грунта и может повреждать огородные растения выращиваемые на улице особенно если теплое лето некоторые виды белокрылки способны перезимовывать защищенном грунте мигрируя на значительную глубину в почву и там оставаясь на зимовку потом вылазят вместе на нарастительных остатках перезимовав и впоследствии снова начинают вредить нашим растениям а уж если говорить о южных зонах выращивания то там она прекрасно себя чувствует в течение всего года и наносит очень серьезный урон к сожалению против белокрылки очень мало эффективными становятся те препараты которые предлагаются производителями защиты средств защиты растений для населения белокрылка очень быстро привыкает к различным химически синтезированным пестицидам и перестает на них действовать увеличение дозы пестицидов создание комбинации пестицидов приводит к накоплению остаточных доз пестицидов в продукции и делает продукцию уже не такой полезной и какой бы нам хотелось такую мы в гипермаркете купим теряется смысл вообще выращивание растений самостоятельно но есть только не на рынок в этой связи конечно же ученые ведут поиск биологических мер борьбы с белокрылкой и мы не находимся в стороне одним из методов биологической борьбы с вредителями растений является использование энтомопатогенных грибов их существует несколько различных групп но из до наиболее доступных является гриб метаризиум гриб метаризиум является основой препарата метаризин мы неоднократно в роликах его уже упоминали и упомянем еще раз нам было интересно если производитель предлагает использовать этот препарат против почвенных вредителей можно ли его использовать для вредителей которые находятся на поверхности растений почему именно этот гриб и почему белокрылка и червец нас заинтересовали да потому что мы находимся в прекрасной оранжереи в которой также необходимо контролировать этих вредителей поскольку это оранжерея которую посещают взрослые которые посещают дети где дети учатся ухаживать за растениями где дети учатся премудростям агрономии использование жестких химических препаратов пестицидов является совершенно нежелательным и даже невозможным ведь невозможно здесь на 30 дней и и закрыть и и ждать пока здесь все выветрится и испарится именно поэтому мы начали вот такие эксперименты и такой поиск в качестве модельного объекта для оценки эффективности препарата препарата мы использовали растения мелисы они очень сильной степени повредились белокрылкой на них просто и яиц и личинок и всего всего полно а кроме того на эти поврежденные растения еще приполз и червец как водится в науке мы заложили несколько повторностей и несколько вариантов эксперимента мы взяли растения без обработки также обработали растения октарой обработали спорами метаризума ну в сущности вот этим препаратом напрямую а также обработали препаратами которые нарастили но можно сказать своих домашних условиях вот этот препарат мы нарастили непосредственно по тому рецепту который имеется у нас в одном из роликов а вот этот препарат это уже производная этого препарата то есть мы его использовали как закваску сделали питательный раствор заселили туда гриб и вот он у нас прекрасно здесь вырос по результатам нашего эксперимента оказалось что октара как инсектицид она эффективна но не очень-то буквально через две недели после обработки октары растения полностью снова покрылись белокрылкой и надо было бы обрабатывать снова с учетом того что это пищевое растение мелиса зеленой у которого используются листья вегетативная масса для чаев применение этого способа здесь совершенно было бы неприемлемо точно так же как оно неприемлемо на фруктах на овощах на различных других растениях на декоративных конечно можно пользоваться и жесткими пестицидами а вот на таких увы нельзя ну и защищенном грунте считайте как в своей собственной квартире тоже использование таких жестких химически синтезированных пестицидов является крайне нежелательным ну про контрольный вариант и говорить нечего он вообще зачах страшные полностью потому что ну его заселила белокрылка червец уже можно сказать полностью сожрали вариант с обработкой нашими домашними препаратами оказался наиболее эффективным он оказался не просто эффективным а он оказался эффективным настолько что он полностью уничтожил белокрылку и червеца но с определенными особенностями проводя эксперименты в различных вариантах мы столкнулись с тем что непосредственно накультивированная в домашних условиях вот эта масса гриба металлизиума с культуральной жидкостью обладает некоторым повреждающим действием на растение поэтому использовать его в дни неразбавленном виде нельзя его обязательно надо разбавлять как его надо разбавлять его надо разбавить примерно в 10 раз то есть пол литра нарощенной массы металлизиума в домашних условиях необходимо разбавить в 5 литрах воды и вот в такой пропорции препарат является и эффективным и безопасным для растений в чем суть нашего предложения и в чем суть нашей рекомендации дело в том что если мы заселяем непосредственно споры из препарата на растение они к сожалению там не прорастают это не почва это не та среда где нормально растет гриб металлизиум поэтому эффективность там очень очень слабая почти что эффективности нету а вот когда мы берем культуральную жидкость вместе с грибом то за время культивирования в то время как мы неделю здесь выращивали гриб гриб вот в эту жидкость выделял синтезировал различные вещества в том числе вещества которые губительно действуют на в насекомых вредителей таким образом обработав вот этой вот жидкостью раствором этого этой культуры мы не только заселили гриб металлизиум на листья в виде споровой культуры и не столько на листья сколько на непосредственно вредителей там и споры попали там и мицелий попал там все попало вместе но самое главное мы обработали растения и на растениях оказались те энзимы те ферменты которые произвел гриб и которые как раз и растворяют поверхность насекомых повреждают поверхность насекомых приводя к их полной гибели мы провели также маленький эксперимент взяли образцы умерших насекомых и посеяли их на чашечке петри чтобы проверить заселены они этим грибом и не заселены и вот оказалось что когда мы обрабатываем только спорами то насекомые вредители не заселяются грибом металлизумом а когда мы заселя когда мы обрабатываем вот такой споровой массой вместе с мицелием и вместе с культуральной жидкостью то в этом случае вредители заселяются грибом металлизумом он из них выделяется он из них высевается и то есть гриб непосредственно прорастает внутрь самих этих насекомых и их убивает при использовании этого метода надо помнить что существенным недостатком использования вот такой биологической защиты является длительный срок ожидания эффекта если мы обрабатываем химическими пестицидами то нокдаун эффект некоторые пестициды обладают нокдаун эффектом животные эти насекомые перестают питаться уже через 20 минут там через час обездвиживаются и через сутки погибают к сожалению с применением металлизума таких быстрых эффектов вы не добьетесь ожидать полной гибели насекомых необходимо примерно в течение четырех недель мы просто удивились то есть мы сперва вообще расстроились что мы приходим каждые три дня нет эффекта нет эффекта летают белокрылки есть червец но потом пришли буквально ну вот уже на четвертой неделе и увидели что вся поверхность горшка просто белая как снегом усыпана это был как раз вот мы пришли в тот момент когда белокрылка это вся сдохла попала на почву червец от сдох тоже стала сыпаться с растений но еще они не успели сгнить минерализоваться вместе с почвью в почве тем же самым грибом металлизиума и увидели вот такую вот удивительную картину что все погибло кроме того металлизиум попадает в почву металлизиум соответственно защищает нас от тех форм насекомых вредителей которые проходят определенные стадии своего развития непосредственно в почве поэтому мы имеем такую многогранную защиту что же делать связи с таким длительным сроком ожидания конечно можно усилить действие гриба металлизиума какими-то ну легкими пестицидами например на основе перитроидных препаратов перитроидные препараты ослабят насекомых а уже гриб металлизиум со своими продуктами выделенными в культуральную жидкость он их добьет окончательно это хороший способ но все таки я предпочитаю пищевые растения и растения защищенном грунте обрабатывать только чистым грибом металлизиуму для того чтобы все таки не не касалась у нас пищевая продукция химически синтезированных пестицидов нужно просто как следует подождать что ж я надеюсь что вы добудете этот препарат начнете его наращивать дома по нашему рецепту и начнете правильно и эффективно использовать для защиты ваших растений на этом я с вами прощаюсь если что то осталось непонятным вы обязательно спрашивайте у меня задавайте свои вопросы по мере возможности я обязательно на них на всех отвечу всего хорошего